Я Надеяна Дарья Ивановна, я мастер декоративно-прикладного искусства и почетный член Академии Российской Однородного Творческого Искусства. В этом году, то есть с 19 декабря 1922 года и по 19 декабря 1923 года, это мой юбилейный год, 80 лет мне исполнилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот начиная вот с этой работы, это представлена была работа на первый международный фестиваль с 2008 года «Живая нить времен» и получила губернаторскую премию в сумме 50 тысяч рублей. Теперь вторая работа, «Легенда», которая называется, она сделана чуть позже. Где-то в 2015 году и была представлена на экономический форум предпринимателей Хабаровского края и получила большую золотую медаль. А все остальные работы, это новые работы, новые работы, это 22-23 год. А вот эта работа, вот посередине, которая находится, которая получила первое место в Сокровище Севера в этом году, она готовилась, шилась мною семью. Это сначала вышивка, выделка этого хлопа, 20 оленьих хлопа, потом сборка всего этого, создание рисунка, сборка вот этих всех вещей. Я закончила его в начале ноября 23-го года. Это большая работа, ну и очень много времени, видите, ушло на изготовление ковра. Сейчас я пенсионерка, у меня времени вообще очень много. Раньше, когда я начинала заниматься, я занималась вечерами. Я начинала делать еще, когда мама была, ей лет 70, может 65 лет, я начала заниматься вышивкой. И мама меня учила всему этому, ненавязчиво. Так было, все делалось это. Ну смотри. Она даже мне не давала иголку в руки, но говорила, смотри. Но я смотрела и попутно у меня как-то подознательно, я училась этому делу. Это камалан называется, он круглый. А вообще круглые вещи, это все как бы, это вечное движение. Человек не должен стоять на одном месте, он должен быть постоянно в движении и совершенствоваться. Вот это символ, вот этого камалана, он как бы делает, что человек не должен на месте стоять. Это должно быть постоянное, вечное движение. Вот этот камалан шит полностью лобик лося в центре, дальше идут лапы, лапы лося. Ну вы видите, когда знают односельчане, что я занимаюсь декоративно-прикладным искусством, они сами приходят, сами предлагают мое дело выделать и шить. Ковер, который посередине стоит, который я делала 7 лет, я думаю, что там я вложила всю свою душу, и я называю его ковром, узоры моей души. Там все краски воплощены, красный, желтый, зеленый, это все краски жизни. И поэтому мне нравятся очень вот эти утиные ковры. Очень такая работа, можно сказать, легче выделать шкуру арене, чем выделать вот эти головки утиных шкурок, шкурки утиных головок. Это все выделывается на конченых пальцах. И применяются, стираются, применяется манка, крахмал, чтобы все это выглядело чисто, чтобы это была вообще безупречная работа. И три раза стяжишь, чтобы я могла так завернуть, и ни одно перо не не получится. Здесь очень много кролик, лисица, дальше ее сурок, колонок, выдра, барсук. Ну, многие это, собака. Вот и тут много кролик стриженых. Ну, тут много-много-много мехов, которые копятся годами. И причем все это приобретается за копеечку. Поэтому я говорю, не каждый может заняться вот этим делом, потому что это затратное дело. Я это делаю для души, и потом, чтобы люди видели, и хотя бы старались все это потом перенять, и когда-то это все делать. Я хочу сохранить негидальское искусство для подрастающих. Поэтому не все у меня продается, но, правда, очень много у меня изделий продано. Музеем, Харбинскому музею продано, 4 или 5 ковров. И причем это было продано в 10-м, в 13-м, когда деньги что-то стоили, да? И причем я это продавала, когда я получала такие большие деньги. Когда я приехала, мама говорит, мы просто богатые. Я привезла денег около 300 тысяч. По тем деньгам это были большие деньги. Ну, и тот первый ковер, который легенда, конечно, шила, это символы негидальской культуры. Это трелистник, это сила жизни у нас считается у негидальцев. И там есть символы долголетия ящерица, символ мудрости. И вообще этот ковер шит по легенде. А легенда называется «Три дороги». А я уже прожила столько лет, я думаю, не три дороги надо пройти, чтобы дойти до свершенца. Надо столько дорог и тропинок пройти, чтобы достичь какого-то результата. И поэтому у меня на этом ковре очень много дорог, которые приведут к полету, высокому полету утки, чтобы привели к долголетию человека. И думаю, что человек, приобретая вот этот опыт, он становится мудрым человеком. Юбилей – это всегда повод, чтобы рассказать о жизненных достижениях, о заслугах, ну и, конечно же, вспомнить все веки пройденного жизненного пути. Слово предоставляется для приветствия президенту региональной общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского края Любови Александровне Адзяв. Дарья Ивановна – это как раз человек, читающий ее биографию. Вот она всю себя отдала людям. Она постоянно-постоянно успевала и работать, и заниматься творчеством, и при этом еще одновременно сохранять язык и культуру. Таких людей просто больше нет. И вот каждое ее слово, она настолько мудрая, когда с ней просто разговариваешь, и вот кажется, что душа наполняется теплом и светом. Потому что такой женщины, как Дарья Ивановна, на свете просто больше нет. И вот мы, когда 80 лет, ей исполнилось, но она была так далеко. Она была в районе имени Полины Осипенко. И там они праздновали, но мы-то остались без нее, без этого праздника. Поэтому вот сейчас мы решили, что нужно, чтобы жители города Хабаровска имели возможность познакомиться с ее творчеством. Потому что вот такого искусства, вот такой красоты, как она, больше никто не делает. Потому что негидальские кумаланы, они уникальные. Мы сегодня еще не раз прослушаемся вообще, и о негидальцах узнаем, и о творчестве Дарьи Ивановны, и вообще о ее жизненном пути. Я вот когда читаю ее биографию, как она постоянно что-то делает, работает, ну вот хочется следовать ее примеру. Потому что на самом деле вот сейчас, когда мы работаем, люди уже другие. Они более меркантильные, они такие как-то, ну скажем так, нет у них желания чего-то делать, просто всю жизнь служить людям. Такого уже нет. И вот именно поэтому, чем больше, чем дальше мы уходим, тем больше хочется воспеть этих людей, воспеть, рассказать о том, какие они. Для того, чтобы мы не забыли, каково это быть просто честным, порядочным человеком, творческим, талантливым и преданным своему делу. Дорогая Дарья Ивановна, мы вручаем вам почетную грамоту Ассоциации. Награждается, надеяна Дарья Ивановна, мастерица декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера района имени Полины Осипенко Хабаровского края за большой вклад в сохранение развития культуры и искусства коренных народов Хабаровского края. Дорогая Дарья Ивановна, мы знаем, что у вас есть, скажем так, необходимость, задумка взять себе, скажем так, стиральную машину. Но мы не знаем, какие размеры, мы же не знаем, поэтому мы вам дарим сертификат, и вы себе выберите такую, какую хотите. Любую. И 30 тысяч, ага. Спасибо, потому что это для вас. Потому что хотелось бы еще сказать, что Дарья Ивановна, она преподавала на курсах декоративно-прикладного искусства в 2021 году. И она научила наших мастериц тому, как вышивать вот такие красивые ковры. Конечно же, это только начало, это нужно еще. Но до победного Дарья Ивановна с нами, и она помогает сохранять искусство коренных народов. Спасибо вам. Низкий вам поглон. Спасибо. Я бы, наверное, уже не мечтала приехать в Хабаровск. Хотя в юности, и в зрелые годы, и уже к старости, я постоянно приезжала в Хабаровск, год, наверное, 3-4 раза я приезжала. И постоянно, это мой любимый город. И я постоянно вижу, какие происходят изменения в этом городе. Большое спасибо Оксане Иннокентьевне, Любове Александровне, и вообще всей нашей ассоциации коренных народных силов. Так. А что рассказать о себе? Ну, я была маленькой девочкой, училась во втором классе. Когда на уроках ручного труда Александр Павлович Хазаров, участник Великой Отечественной войны, стал преподавать в школе. Первым был моим учителем в школе. И во втором классе он проводил уроки ручного труда. И говорил, девочки, вы должны научиться вышивать. Я когда пришла к маме, и говорю, мама, мне нужна кожа. Она говорит, это зачем? Так как у нас в семье охотников не было, и шкуру нам приносили просто хорошие, добрые люди, мама выделывала, шила, и это было каждый сантиметр было на счету. И поэтому она говорит, просто портить кожу я тебе не дам. Ты выши детские тапочки, чтобы я могла продать, и тебе обувку к новому чем в другом году купить. Ну, тогда эти все товары стоили очень дешево. Ну, я когда принесла этот кусочек кожи, мама скроила тапочки детские. Я стала вышивать, я только, я уж и сейчас помню, сколько же труда я прилагала, чтобы это получилось товарная, красивая вещь. Ну, и мама говорила, ну, молодец, молодец, что ты сделала такой хорошей тапочки. Ну, и как будто бы и все бы это кончилось. Потом это, в годы учебы я вообще не занималась, потому что некогда надо было зубрить уроки, чтобы учиться и быстрее получить образование. А уже когда стала работать, я проработала, у меня трудовой стаж, ну, у многих, наверное, нет такого трудового стажа, и даже люди столько не прожили, 60 лет трудового стажа. И только в 22-м году, когда я заболела ковидом, я оставила работу, так как я не могла, и в состоянии была работа. И каждое свободное время я уделяла, конечно, этой вышивке. И когда я учила молодежь, все время говорила. Вот в этом деле, в декоративно-прикладном искусстве нельзя достичь совершенства, и человек, постоянно делая это, сам совершенствуется и все время хочет сделать вещь лучше. И поэтому ты не можешь сказать, что достиг совершенства, и я уже мастер. И когда мама была живая, она прожила 103 года, и она мне говорила, ну, если еще выделаешь кожу, я тебе скажу, что ты маленький мастер, а пока что ты в подмастерьях. И вот мы с невесткой, я невестку свою, украинку, научила негидальскому творчеству. Она вышивает прекрасно негидальские ковры, шьет прекрасно меховые изделия, и в этом году она в музее Кородекова представила работу «И шкура кутиных головок». Ну, я смотрю на нее и говорю, что это, Света, мастерство. Ну, не каждый негидальец шьет так, а тем более человек славянской национальности вообще, говорю, такие вещи не шьет. И так что я даже уйду в иной мир, и как я своей правнучке все время говорю, Дашенька, у меня такой уже солидный возраст, и я обязательно, говорю, в конце своей жизни улечу в Америку, а оттуда никогда не возвращаюсь. И она все время представляет этот Атлантический океан и говорит, баба, ну почему так далеко надо лететь, чтобы там, говорится, остались. Я говорю, ну, а потом поднимусь на небеса и буду смотреть, как ты растешься и совершенствуешься. Ну, я думаю, что если я в прошлом году пережила такую серьезную болезнь, значит, Господь Бог оставил у меня еще время, чтобы я что-нибудь еще сделала. А в 21-м году приезжала моя подруга, можно сказать, боевая, и она меня выхаживала, когда я тяжело болела этим ковидом, и она в 21-м году научила меня, что можно еще работать с природным делом, берестой, и можно делать прекрасные вещи. Ну, и первые вещи, которые я делала, чисто это переставить ткань, и все это по мотивам. Вот это вот первое, где хвост бежит с олененком, это по мотивам негидальской сказки в споре рождается истина. Ну, и мораль такова, что никогда не вступай в спор, не зная конечного результата. И мой папа, когда был живой, все время говорил, никогда не спорь, потому что ты не знаешь, насколько будет правдив и правильен твой собеседник. Ну, это, как говорится, мое кроме. Я не могу сейчас вот так идти наперекор папинам слова, и поэтому я стараюсь придерживаться вот его наставлений. Потом мама моя в 95 лет учила молодежь танцевать эвенкиско-негидальский танец «Харагдо». «Харагдо» — это танец, это глухаринный ток, и на основании этого родился танец, называется «Харагдо». И она в 95 лет учила молодежь, и я думаю, надо мне сделать картину, чтобы вот этот глухаринный ток. И когда я сделала вот эту картину, и все, девочки приходят и говорят, а где глухарки? Я говорю, вы не знаете законов природы, когда, говорю, глухари между собой сражаются за то, кто будет иметь вот эту глухарку. То, говорю, они только одни между собой, говорю, сражаются, а глухарка сидит, в кустах и наблюдает, кто же будет победителем. Вот, и я уже думаю, надо сделать такую картину. Я сделала, у меня получилось. Ну и потом вот эти шуточные мои, моя правнучка говорит, у меня была собака, Амур, это самый преданный, верный друг. Она говорит, давай, уже старик, говорит, Амур, давай мы укоречим его в картине, говорит, из бересты. И вот мы сделали эту картину, Амур, верный, преданный друг. Ну и правнучка моя помогала клеить, и я ее приобщаю уже к этой негидальской, к негидальскому искусству. Ну, все равно она делает из бересты какие-то обереги. Сделала оберег, отправила на фронт к солдатам и написала, спаси вас, пусть спасет вас этот оберег. Ну и отправила на фронт, шел на фронт этот оберег ее. Ну и думаю, что если я еще поживу сколько-то времени, я, конечно, буду свою правнучку учить. Учить, потому как она, у нее есть интерес. Сначала она все время говорила, я буду врачом-стоматологом, а сейчас она говорит, я баба буду обязательно художником. Я говорю, ну, дай-ка Бог, чтобы все это было. Так что большое вам всем спасибо. Ну, я думаю, что буду жить. Но уже, наверное, в Хабаровске я не смогу приехать по составу своего здоровья. Уже возраст дает о себе знать. И поэтому многих я вас знаю, люблю, уважаю. И поэтому вот я рада, что вы сегодня пришли и посмотрели на мои скромные работы. Так что большое спасибо всем. Прежде чем начать разговор о Дарье Ивановне, давайте вспомним, кто такие негидальцы. Ведь Дарья Ивановна один из самых ярких представителей именно негидальского этноса и всю жизнь гордо несет знамя своего народа. Негидальцы один из малочисленных народов Тунгуса Мальжурской группы, который проживает до Юги Дальнего Востока в бассейне реки Амгун. По переписи населения России 2010 года негидальцев насчитывалось 513 человек. В 2020 году 481 человек, в том числе в Хабаровском крае 467 человек. Современные негидальцы расселены преимущественно в Хабаровском крае, в районах имени Полина Осипенко, Ульчинском и Николаевском. Наиболее компактные негидальцы живут в селах Владимирска, Владимировка, Удинск, Херпучи, районы имени Полина Осипенко. Их принято считать Верховскими. И в селах Тахта, Тыр и Белоглинка Ульчинского района. И в рабочем поселке Мава, Неголаевского района. На протяжении многих веков негидальцы, развивая художественную культуру, как и другие малочисленные этносы Севера и Дальнего Востока, сумели привнести особые черты в декоративно-прикладное искусство. Особенно выделяется женское искусство, которое включает выдерку шкур, заготовку материалов, нитей, бересты, рыбьей кожи, природной краски, шитье удобной, прочной одежды и вышивка. Все предметы отличаются высоким качеством, красивой орнаментикой и эстетической ценностью. Слово предоставляется Титаревой Галине Теодоровне, заведующей научно-исследовательским сектором этнографии Градековского музея, кандидату в искусствоведение. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, гости. Мне очень приятно встретить Дарью Ивановну. Мне кажется, очень важным, что Дарья Ивановна держит династию. Очень мало, точнее сказать, почти нет династий художественных у нас в Паваровском крае, в Преамуре. И она, продолжая традиции своей знаменитейшей мамы, передает это искусство своей невестке, а это дает нам надежду, что негидальское искусство, искусство, большое искусство маленького народа, будет сохраняться и продолжаться. У Дарьи Ивановны очень хороший художественный вкус. У нее безупречное владение технологиями традиционными она прекрасно чувствует материал, и это позволяет ей создавать произведения высокого музейного уровня. В этом году мы приобретаем у Дарьи Ивановны один из ее шедевров, ее ковер из птичьих шкурок. Я могу только пожелать Дарьи Ивановны здоровья, чтобы хватило сил, вдохновения, создавать новые шедевры, которые будут продвигать искусство негидальцев далеко и широко, не только в нашей стране. Сейчас мы возим по России, по многим музеям нашей страны выставку под названием «Ковры при Амуре», в том числе и ковры Дарьи Ивановны. И, конечно же, вот тот восторг, изумление, который вызывают эти изделия, трудно передать, приходится доказывать, что это именно этот материал, что именно ручная работа, что делают ее вот такие совсем уже немолодые мастера, что они могут и глазами, и руками создавать эти чудесные изделия. Будьте здоровы, будьте счастливы, а мы будем ждать ваших новых изделий, обязательно купим еще в следующем году. АПЛОДИСМЕНТЫ Высшего мастерства негидальские женщины достигли в исполнении технологии мозаики из птичьих шкурок. Особый восторг вызывают круглые ковры, похожие на солнце, с расходящимися яркими изумрудными лучами на нейтральном фоне. По мнению мастериц, круг это вечное движение, символ вечного движения, наполненный позитивной энергией, которую мастерица передает, когда изготавливает то или иное изделие. Дарья Ивановна считает, что хороший, красивый ковер может выполнить только самодостаточный, внутренне богатый человек. К сожалению, на сегодня данная технология редко встречается у современных мастериц. Из-за того, что эта работа очень трудоемкая, очень сложно обрабатывать хрупкие, ломкие птичьи шкурки. Остались единицы негидальских мастериц, которые владеют как раз именно техникой выполнения изделий из птичьих шкурок. Ну и хотим представить вам молодежный ансамбль национального танца РКУ. Они буквально в последнее время стали у нас вышли на сцену и стали уже знаменитыми, скажем так. Они уже получили признание, потому что они чтят и несут культуру коренных малочисленных народов севера Хабаровского края. , ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дарья Ивановна родилась 19 декабря 1942 года в селе Владимировка района имени Полина Осипенко в многодетной семье, в которой, кроме Даши, было еще 8 детей. Их мама, Анна Порфирьевна Надеина, известная негидайская мастерица, заслуженный художник России. Имена она научила дочь шитью и вышивке, изготовлению уникальных национальных изделий. Когда Дашу было 13 лет, она старательно раскрашивала яркими нитками и бисером тапочки, что готовила на продажу мать. И так Дарья шаг за шагом постигала азы национального искусства коренных народов. После окончания школы в 1958 году поступила в Николаевское на Амуре педагогическое училище. Получив специальность учителя начальных классов, устроилась в детский сад села Владимировка воспитателем, а уже через год стала заведующей. Затем работала в родном селе в разных местах. Учителем начальных классов, секретарем в сельском совете, продавцом, заведующей магазином. Переехав в село имени Полина Осипенко, стала заведующей пришкольным интернатом. А в 1982 году Дарью Ивановну избрали председателем сельского совета села Владимировка. В этой должности она проработала 16 лет. В этом же году ей было присвоено звание ветеран труда. Параллельно Дарья Ивановна вела уроки негидальского языка по местному радио в программе «Бокал Деяб». А также обучала малышей своего села родному языку. Словом, делала все для того, чтобы негидальская молодежь не забывала обычаи, традиции, язык и культуру родного народа. Будучи уже пенсионеркой, Дарья Ивановна работала помощником воспитателя в детском саду села Владимировка, одновременно занимаясь декоративно-прикладным искусством. Ее работы присутствуют на всех мероприятиях, будь то это сельские, районные, краевые, межрегиональные, ну и, конечно же, всероссийские. По итогам первого международного экономического форума, в рамках которого состоялась выставка изделий ремесла земли Дерсу, Дарья Ивановна получила поощрительную премию губернатора Хабаровского края за шапку шамана. 4 июля 2001 года собрание депутатов решило присвоить Дарье Ивановне почетное звание, почетный гражданин района имени Полины Осипенко за большой вклад в социально-экономическое развитие района. Вот мы уже говорили, Любовь Александровна сказала о том, что она была в разных ипостасях. Этот человек действительно уникальный. И в 1990 году, когда создалась ассоциация района имени Полины Осипенко, Дарья Ивановна стала председателем районной ассоциации. То есть она работала и учителем, и воспитателем, и главой сельского поселения, ну и, конечно же, находила время для декоративно-прикладного искусства, ну и, конечно же, общественной работе, уделяла очень большое внимание. Слово предоставляется первому вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Кабаровского края Бильды Ивану Андреевичу. Дорогая Дарья Ивановна, конечно, сегодня в первую очередь хотелось бы поздравить вас с персональной выставкой, потому что для мастера, для художника, для такого большого мастера, как вы, в декоративно-прикладном искусстве именно негидальского народа, персональная выставка – это, конечно, большой, наверное, этап в жизни и веха в творческом процессе вашем. Поэтому вот то, что мы сегодня увидели в этой выставке, вот замечательное произведение Дарьи Ивановны, ковры, вот и вот картинки такие, которые хочется, да, вот как Дарья Ивановна сегодня рассказывала, что про каждую картинку можно рассказывать как сказку или быль такую, интересные картинки. Вот. Но я хотел бы сегодня сказать о чем еще. Значит, что Дарья Ивановна сегодня биографию, значит, озвучили. Вот я с Дарьей Ивановной, мне повезло в жизни познакомиться 32 года назад. Вот. Вот в 1990 году, в далеком, вот когда создавалась Всероссийская, извиняюсь, Всесоюзная тогда еще Ассоциация Коренных Народов Севера, Сибирь и Дальнего Востока, и в том же году мы летали в Москву на другое мероприятие. Это была учредительная конференция, значит, парламентской ассамблеи депутатов народов Севера. Вот. Мы летали, значит, депутаты Краевого Совета, четверо у нас было. Дарья Ивановна, вот, как раз была председателем Владимирского сельского совета народных депутатов в то время. Вот тогда я, как раз, с ней познакомился. Вот. Дарья Ивановна прошла, конечно, вот, как сегодня говорили, вот, большой путь в работу вот именно в органах, как сейчас называют, в органах местного самоправления. Это тяжелейший труд. Тем более в селе, когда действительно в бюджете нет ответственности, или, как сейчас говорят, вопрос о местном значении выше головы, и все надо решать. Потому что люди смотрят на главу, на председателя, и надеются, что руководитель села что-то сделает. И Дарья Ивановна, конечно, на своем посту, она отдала, можно сказать, большую часть жизни, может быть, даже такую трудную часть жизни, но надо, конечно, было работать в то время. И вот 90-й год. Значит, мы прилетели в Москву. Время было такое, ну, так скажем, смутное, да? 90-е, вот уже 91-й год назревал. И вот эту парламентскую ассамблею, когда мы создавали, видите, там были депутаты Верховного Совета РСФСР, тогда еще, который потом был расстрелян. Депутаты, вот, значит, региональные, вот мы краевые депутаты, мы областные. То есть вся Россия была, даже тогда еще Советский Совет был представлен депутатами, именно северянами на этой конференции. И избрали мы тогда Владимира Михайловича Еталина. Он был тогда депутатом Верховного Совета, и одновременно он был представителем Совета депутатов Чукотки, Чукотского автономного округа. Но, к сожалению, времена такие были, что практически эта парламентская ассамблея и не работала. Ну, что вы знаете, в 91-м году, значит, события прошли, в 92-м году, в 93-м году я сам на себе это испытал, и Дарья Ивановна испытала, когда указом президента Ельцина были закрыты сельские поселковые советы народных депутатов, потом районные и городские, а потом и краевые и областные приказали долго жить. То есть Советская власть на этом и закончилась. Ну и, соответственно, и парламентская ассамблея тоже. Вот, хотя, конечно, тогда, значит, подъем был у нас у всех такой хороший. Только что создали, значит, ассоциацию всероссийскую, региональные посоздавались, парламентская, казалось бы, ассамблея. Много было, могла бы решить в плане улучшения жизни наших, значит, народов Севера Российской Федерации. Но не случилось. Сейчас можно сказать, что свою веху несет по защите прав наша ассоциация всероссийская, наша региональная краевая ассоциация, в которой Дарья Ивановна принимала самое непосредственное участие с самого начала нашей ассоциации. Вот, поэтому, Дарья Ивановна, я благодарю вас вот за тот труд, который вы в своей жизни, значит, сделали, отдали, значит, свои знания, как говорят, опыт родному народу, родному, значит, району имени Полина Сипенко, вот, общественной работе, ну, а творчество, оно всегда сидит внутри нас. Вот, я тоже прошел здесь этот путь, можно сказать, и партию, значит, работаю в органах партийных и в советских, и в органах местного направления, значит, но творчество всегда сидит у нас внутри. Вот, я заканчивал в 77-м году граф Хабаровский, а в 89-м вышиваю партийную школу Хабаровскую. И пока работал в органах района, некогда было, честно говоря, заниматься творчеством. Вот, когда уже закончилась эта работа, времени появилось достаточно много, начал опять заниматься живописью масла, я диплом зачитал по живописи маслом, начал заниматься резьбой по дереву, значит, и как сегодня Дарья Ивановна сказала, такие золотые слова, никогда ты не достигнешь, ну, скажем так, идеала или совершенства, то есть каждое изделие тебя подвигает к новым целям, да, к новым каким-то вершинам в творчестве. Вот золотые слова. Поэтому по себе тоже, когда слушал, я думаю, каждое изделие или каждая картина, она как-то, значит, как этап какой-то, что надо двигаться дальше, совершенствоваться и радовать зрителей новыми изделиями. Поэтому, Дарья Ивановна, еще раз поздравляю вас с персональной выставкой. Это веха. Вы многое достигли. И вот то, что сегодня уже говорилось, конечно, это уникальные ковры, уникальные рисунки, которых больше никто не сделает. Это, каждое изделие, это шедевр. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дарья Ивановна, как представитель, яркий представитель своего дегидальского народа, конечно же, она очень ревностно относится к сохранению своего языка, культуры, обычаев, традиций. И, конечно же, эти изделия изготавливает с очень большой любовью. Ее изделия отличаются красотой и изяществом, тонким художественным вкусом, помогают глубже понять истоки национальных традиций и душу негидальского народа. Хочется предоставить слово ее близкому другу Фраинку Александру Анатольевичу, автору книги «Этническое ожерелье». Спасибо. Дорогие друзья, про Дарью Ивановну сегодня все говорим. Я расскажу про баб Дашу. Потому что в нашей семье баб Даша это явление, насколько оно глубокое, ну, можно судить, наверное, вот если я пытаюсь вспомнить, когда мы первый раз увиделись, я не могу точно сказать. Врезался в память один момент. Дочка у меня, когда пошла в первый класс в районе Полина-Осипенко, она, проходя мимо доски почетных граждан района, там было много народу, ну, человек 15, наверное, вот, я говорю, ну, ты кого-нибудь знаешь, она подходит, говорит, а вот эта бабушка, она была у нас в школе недавно и рассказывала про негидальский язык. Вот, она еще говорила тогда плохо, там, коряво, путалось слова, вот, но сразу вот этот пальчик она показала на портрет баб Даши, вот, этот момент мне просто вот сейчас вспомнился. И я человеческие вещи хочу рассказать, потому что, ну, хорошо, официальная часть там, то есть и заслуги у человека есть, она у нас как, ну, как президент негидальского народа, это очень такой вот статус у нее есть. А как человеческие вещи, я хочу рассказать, ну, понимаете, в нашей семье, если, ну, просто, дети рыбу с трудом, если я скажу, что юкола от бабы Даши, это все, это поедается полностью, никто никогда не успеет, кроме, дети сразу же сметают эту юколу, потому что это, она талантлива, ну, во всех сферах, прикасается к продуктам, это получается вкусная пища, прикасается к искусству, это получается глубокая вещь, вот, моим детям повезло, ну, до такой степени с ней пообщаться, вот, я надеюсь, сейчас подойдут с тренировки и обнимут ее, ну, скажу, у дочки есть платье, которое вышло баб Даши, вот такое вот платьишко, уже, конечно, дочка вымахала, все, но мы будем его хранить как реликвию в нашей семье, вот, у меня в машине есть оберег, я, если куда-то на важное какое-то еду, мероприятие, я обязательно к нему прикасаюсь, потому что оно заряжено баб Даши, вот, когда, как фотограф, как художник, я начал реализовывать проект, этнические ожерелья, понятно, что, вот, допустим, в мою книгу вошло более 50 портретов, но, если мы посмотрим, а, пользуясь случаем, я, наконец-то, подарю баб Даши эту книгу, где на обложке она, если мы ее перелистаем самым главным героем, здесь окажется тоже она, потому что, даже вот на этом развороте есть, на крайнем, здесь она рыбу лует у себя, есть еще переворачиваю, здесь мы с ней в Японии были, ну, идеальная японка получилась, но это наша баб Даша родная, вот, здесь перевернем, здесь она с никитальским букварем, я постарался, какие-то слова, здесь она делает юколу, это юкола, ее юкольник и так далее, то есть, ну, вот, сейчас обнаружил, что это книга, моему сердцу очень дорогая, дорогая работа, имею честь вам ее подарить, пусть она хранится в ваших книгах, здесь, спасибо вам, ну, если немножко еще сказать от себя, Друзья, я, конечно, горд и счастлив, что часть, значительная моя часть жизни проходит именно рядом, бок о бок с таким человеком, мы застали такие моменты, вот, смотрите, кажется, что мастер, мастерица, часто мы говорим, там, национальные мастерицы, и кажется, что такой человек знает все, откуда-то уже знает, вот, он родился, он уже мастер, и все, но я хочу обратить внимание, что баба Даша, она учится всю жизнь, она учится сейчас, мы застали такой момент, когда вот эта береста пошла, к нам приехали с мастер-классами люди более сведущие в таком ремесле, и она училась вместе, в итоге даже мои дети, вот, супруга вырезает из бересты какие-то сувениры, допустим, и вот это переплелось настолько, что, я говорю, очень сложно отделить вот Хабаровский край, культуру коренных народов, и в нашей семье сложно отделить вообще как-то душевно, то есть баба Даша, она проходит такой вот красной нитью, может быть, среди всех моих знакомых, кого я знаю, здоровья вам, счастья, и дай бог, чтобы энергии хватало не только до Хабаровска доехать, а вот действительно, может быть, на других континентах как-то, но вот довелось нам побывать вместе в Японии, я хочу сказать, что японцы с огромным уважением относились именно к ее творчеству, к ней самой, это вот множество снимков у меня есть, тех рабочих, которые были на тех выставках, вот, там был фестиваль народов, культуры народов мира, и баба Даша была, прямо скажем, украшением, поэтому это украшение и нашего Хабаровского края, и, я хочу сказать, мировой культуры. Также мастерица шьет национальные женские халаты с неповторимым негидальским орнаментом. Дарья Ивановна больше всего любит вышивать трилистник, считает его основой негидальского узора. Традиционный орнамент – трилистник, напоминающий клевер, однако произошедший от растения вахта трилистная. Отваром из него лечили легочные болезни, особо почитали как хранителя. Трилистник рос на границе болота и твердой земли, своим появлением предупреждая путников об опасности. Дарья Ивановна является соавтором негидальского букваря для невладеющих негидальским языком первого года обучения. Благодаря ее таланту, неравнодушию к языку и культуре предков, с помощью сподвижников дети изучают негидальский язык и традиционную культуру. Выйдя на пенсию, обучают своему мастерству безработных в своей родной Владимировке, детей и всех желающих прикоснуться к этому уникальному и самобытному искусству предков, продолжая сохранять традиции и умножая наследие. Выше говорилось о том, что численность негидальцев очень низкая. И понятно, что носителей языка еще меньше. И, конечно же, остается очень много вопросов по сохранению языка и культуры негидальцев России. Вообще негидальцев. Но сегодня у всех у нас есть возможность, уникальная возможность пообщаться с ней. Может быть, даже прикоснуться, вот как Александр Анатольевич сказал, что оберег он потрогает и едет в дорогу. А мы сейчас можем непосредственно прикоснуться к Даре Ивановне, чтобы зарядиться от нее энергией, да, и положительной энергией, которая позволит нам, действительно, может быть, вот увидев и все изделия, которые здесь нам представлены, может быть, тоже и прикоснуться к искусству негидальского народа. Может быть, поизучать язык, культуру, обычаи негидальского народа. Это будет очень здорово. И я думаю, что наше сегодняшнее мероприятие все-таки оставит какой-то след в душе тех, кто сегодня присутствовал. Дорогие друзья, сегодня мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч. От всего Хабаровского краевого благотворительного фонда культуры мы поздравляем вас с 80-летием и надеемся, что мы будем встречаться, общаться и на сотрудничество надеемся. Спасибо. Можно я вас приведу? Я к вам приведу. Я к вам приведу. Елена Александровна.